Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в поселке Витязево. Сегодня погода немножечко пасмурная, идет мелкий дождик, но при этом я вам покажу детскую базу отдыха, в которой и для такой погоды все подготовлено, чтобы ваши дети сюда могли приезжать практически круглый год отдыхать и наслаждаться спортом, морем, солнцем, песочком, нашим воздухом. Находится она в тени сосен, сзади меня, а у базы Витязева есть собственный пляж, на который вас будут возить на автобусах, там есть спасатели, доктора. За детьми будет полный присмотр и территория именно пляжная, детская в поселке Витязево. Это очень круто. Давайте пройдем повнутрь, я вам подробно расскажу про все спортплощадки, покажу, где будут питаться ваши дети, где будут отдыхать ваши дети, где будут заниматься ваши дети. Ну и конечно же на пляж обязательно, где будут загорать и купаться ваши дети. Небольшое отступление лично от себя. Хочу сказать, что база по сравнению с тем, как я ее помню сейчас, это небо и земля. То есть руководство вкладывается, развивается, постоянно появляется что-то новое. Вот буквально пару лет назад мы снимались, сегодня я пришел, у меня опять вау-эффект, опять были вложены средства, опять она улучшилась, стала красивее и более привлекательная. Но те, кто были здесь, я думаю, что напишите об этом в комментариях и спасибо всем, кто это делал под прошлым видео. Начинаем с улицы, можете увидеть, какое благоустройство сделано здесь. Тротуары, высажены деревья, для гостей, которые приезжают, реализована парковка, сделана дорога, освещение. То есть очень много, чтобы здесь вызывать восхищение. Если у нас администрация города сдержит свое слово и проспект мира, появится Витязево вместо улицы, то будет тоже очень круто и красиво, потому что в планах было, конечно, здесь сделать город-сад. Находится это все на берегу нашего Витязевского прекрасного лимана. Я сам в нем катаю на кайте. Было бы круто, чтобы и кайт развивался как вид спорта для детей у нас тоже в Витязево, не только в Благовещенске. Теперь мы проходим далее на территорию. Здесь она закрытая. И вход на территорию только через пропускной пункт базы отдыха Витязево. Здесь у нас адрес мира 113. Заходим. Сама территория очень сильно видоизменилась. С левой стороны у нас туалеты душевые. Здесь, как я вам говорил, очень много сосен, деревьев. Территория тенистая, красивая, классная. Очень много разнообразных столов со скамеечками, где ваши дети могут отдыхать и проводить время. Самое, наверное, главное изменение, что появились скрытые площадки. Как я сказал, в любую погоду вы сможете именно на этих площадках проводить свои масса спортивные мероприятия. Ну а теперь пробежимся по территориям. У нас несколько корпусов разброшенных. В номера мы тоже зайдем, покажу, как будут отдыхать ваши дети. Беседка, в которой девочки что-то там делают другое. Можно увидеть, как проводят мероприятия. Детки что-то разрисовывают. С ними их тренера и педагоги, которые приезжают, чтобы заниматься с детьми постоянно. И быть на контакте. В общем, мест для отдыха много. Детей тоже здесь много. Есть свой медпункт медицинский и процедурный кабинет. То есть круглосуточно здесь есть доктор, который у вас готов принять. Здравствуйте. На медпункте. Изолятор. Если вдруг кто-то заболеет, чтобы все это купировать. И были приняты все меры по безопасности. Ну а теперь давайте по площадкам. Детей можете увидеть, что действительно присутствует на территории много. Вот такой вот павильон был отстроен. То есть по всем стандартам сделана очень крутая баскетбольная площадка. Сейчас только что тут закончились мероприятия. Мы это наблюдали. Далее можем увидеть волейбольную площадку. На пляжной территории есть и футбольные, и волейбольные площадки на песке. И можно увидеть, как тут ребятки просто-таки играют в волейбол. Есть турники, чтобы подтягиваться на песчаном покрытии. По всей территории заменили плитку. Еще беседки для проведения, как называются эти мероприятия, вечернее время, свечки, либо собрания. Правильно, я даже сейчас не знаю. Еще одна беседка. Вот такая вот территория перед следующим корпусом. Видим на балконах детей. Красота. Друзья с банановыми деревьями. Тренер проводит простроение и рассказывает о своих впечатлениях детям. Далее. Еще одна баскетбольная площадка, друзья. Российский фестиваль мини-баскет. Здесь тоже происходит постоянно. Левее есть столы для проведения, опять-таки, мероприятий. Посидеть, что-то поиграть. Есть настольный теннис раз, настольный теннис два. Еще одна беседка. В общем, территория большая, зеленая, классная. Если что, еще надо. И с красивым оформлением и освещением. Тут дети находятся как будто в каком-то небольшом оазисе. Я благодарю тех людей, которые прикладывают рубки, чтобы вот эти все зеленые формы этой территории развивались, не засыхали и приносили только радость детям. Выглядит все это очень красиво. Вот, пожалуйста, вам еще одна беседка. Здесь тоже дети занимаются каким-то рисованием, делают какие-то подделки. Здесь большое количество рукомойников. Это как раз-таки перед столовой. Сюда дети приходят, моют руки. И с левой стороны есть небольшой магазинчик, в котором дети могут прикупить, если им что-то вдруг понадобилось. Здесь есть диджей, который будет озвучивать ваши мероприятия и место для их проведения. Ну, собственно, видите, что дети подтягиваются, разучивают какие-то номера, потом проводят свои выступления. Территория тоже под крышей, и в любую погоду ваше мероприятие состоится. Это очень хорошо. Вечебное время проводятся в дискотеке для развлечения детей, ну, и другие массовые мероприятия. Сейчас вам предлагаю пройти в столовую, а потом дальше мы отправимся по территории. Сейчас вам покажу столовую, в которой могут одновременно питаться полтысячи человек. Завтрак с 9, обед в час, полдник в 4 часа, ужин с 7 часов вечера. Смотрим. Здесь установлены кондиционеры, деткам будет хорошо, комфортно, и полностью обзор на весь зал. Вы можете увидеть, что удобные стулья мягкие, есть столы, то есть и большое количество детей сможет одновременно принимать пищу. Как я уже сказал, здесь будет размещаться сразу до полутыщи человек. Зал такой сделан буквой Г, довольно-таки красивый, симпатичный, и кондиционеров здесь прям очень много. И второй есть выход отсюда. Я считаю, что это одно из важнейших помещений во всей базе отдыха, потому что если дети будут вкусно есть, то у них будет и настроение хорошее, и они смогут достигать высоких результатов. Поэтому вот в таком месте они смогут принимать свою пищу. Тут куда ни посмотришь, везде какие-то изменения, везде переоформлены здания. Эти корпуса совсем по-другому выглядели. Сейчас это очень красиво и симпатично. Даже колонны в греческом стиле оформлены, что очень-очень классно. Ну и детей счастливых, я думаю, по базе вы увидите, что может быть лучшим знаком того, что им здесь нравится. Проходим на следующую площадку для баскетбола и футбола. Есть санузел на улице с раковинами. И можно увидеть, что дети даже сейчас, вот в небольшой дождик на паразийном покрытии, продолжают играть в футбол. Очень круто. Как говорится, спорт не остановит никакая погода. А у нас плюс 30 температура воздуха, время 10.55. Как говорится, ну и что, что, капает что-то с неба. Все равно можно заниматься спортом, футболом, проводить мероприятия. Вот так вот, ребята, какие красавцы. Оп, почти. Слушайте, такие маленькие ребята раздают так неплохо взрослым. Кто меня давно смотрит, знает, как сильно я переживаю за то, чтобы детям было место на наших курортах Черноморского побережья, города-курорт Анапа, поселка Витязева. Потому что здесь пляжи предназначены именно для них. И когда я вижу вот все то, что вокруг меня происходит, столько детей, радостных визгов, возгласов, криков. И дети себя, во-первых, чувствуют здесь в безопасности, в отсутствие, чтобы так всегда и было. Это очень классно, ребятки. Поэтому, если думаете, куда отправить свою организованную группу на отдых к нам на Черноморское побережье, Витязева рассмотрите, друзья. Вы видите, сколько я здесь хожу, и везде тенечек, везде деревья, везде красота. По другим площадкам. Здесь, когда дети ваши приезжают с моря, есть ногомойки. То есть ножки помыли, если надо, душевые сходили, обмылись от соли и пошли по своим номерам. Площадки с матами для занятий греко-римской, бортбольной, другими там контактными видами спорта. То есть сейчас тут дети развлекаются. Также есть вот такой комплекс для занятия спортом, силовыми, тренировками на улице. Также здесь вот можно повесить канаты там, либо другие. Ну, еще, чтобы можно было детям заниматься абсолютно разными видами спорта. Тут обо всем подумали, продумали и сделали. И еще одна площадка тоже с матами здесь появилась. Ранее ее не было. Мы тоже видим, на каждой площадке кто-то играет, что-то. Тут дети занимаются небольшим футболом. Вот так вот выглядит один из корпусов. Это пятый, если не ошибаюсь. И мы с вами посмотрим один из номеров для размещения детей. У них есть у всех сушилки для вещей. Если после моря подсушить, допустим, плавочки, все остальное. Здесь номер рассчитан на четверых человек. Высокий потолок. Есть освещение. Кровати. Четыре односпальные. Есть плит-система. Сейчас, как мне сказали, в каждом номере есть плит-система. На окне стоит сеточка, чтобы можно было проветрить. И сюда никто не залетал к ним. И поехали. Прикроватные тумбочки. У каждого даже у кого-то своя такая большая есть. Они без дверей. Это в рамках безопасности. Есть шкаф для хранения верхней одежды. В шкафу есть плечики и до подеялки. Ну и места, куда разошлить верхнюю одежду. Также каждый номер оборудован собственным санузлом. Унитаз, раковина и душевая зона с зеркалом. Местом, куда повесить ваше полотенце. Там все, что надо. Номер большой, просторный. Уверен детям заходит. Мне поминается наша молодость, когда мы отдыхали. И там нас было гораздо больше в палате. Я даже пытаюсь вспомнить. Там человек, наверное, по 8, по 9, что ли. Вот это было весело 4 человека. Красота. Также есть размещение рядом с детскими номерами. И номер для тренерского состава. Здесь у нас 3 кровати. Есть прикроватные тумбочки. С левой стороны у нас, видите, добавлен холодильник. Также место для хранения, телевизор и сплит-система. Наполнение шкафа. Это до подеяла плечики. И санузел в таком же формате. Раковина, зеркало, унитаз, душ. Сейчас мы видим, как детки подошли. За ними приезжает автобус. Они все садятся и едут на пляж. Обзор на территорию мы посмотрели с вами, друзья. Еще раз. Территория закрыта, охраняемая. Максимально уже все продумано и развивается. Чего мы и желаем в дальнейшем этому проекту. Увидите, зело. Потому что для детей должно быть вообще все наше побережье. Особенно песчаное. Потому что это наше будущее. И очень жалко, что кто-то ставит ставку на деньги, не понимая этого. Оздоравливайте детей. Привозите, чтобы они отдыхали. Сейчас мы с вами отправимся на их собственный пляж. Я вам покажу, как он выглядит и где находится. Да, с Киевской улицы, видите, вас привозят на автобусе. Дальше на пляж Мира. Мы выходим уже по настилам. С детьми тоже вполне себе удобно и хорошо. Здесь, в принципе, все, что надо, продается. Там из одежды всяких морских вам кругов. То есть есть все. И наши красивейшие дюны. Слушайте, как сегодня контрастно смотрится небо. Мы начинали, когда съемку, шел дождик. Сейчас опять выходило солнце, пока я добирался до сюда. А сейчас прям тут жаришка. Температура воздуха, друзья, чтобы понимать, насколько круто у нас на пляжах. 33 градуса. Единственное, что от основного настила по улице Мира вправо нас ведет дополнительная дорожка, которая как раз-таки пляж база отдыха Витязева и приведет. Здесь очень круто. Любимые пляжи с детства. Вот уже указатель, что пляж база отдыха. Видите, здесь вот по такому настилу нам пройти одну территорию пляжа всего. На территории пляжа есть туалет, переодевалки, душ. Также имеется волейбольная площадка, как я и говорил. Еще переодевалки. Здесь для детей обособлено. Огорожена территория, раз-таки, где они будут проводить свое время. Также видите, что волейбольная сетка и теневые навесы. Сейчас у нас время обеда подходит. Поэтому детей на пляжных территориях нет. Но спасатели на своем рабочем месте. Также работает и медперсонал. Факт у нас сегодня в желтой выставке спасателей. Купание разрешено. Море прекрасно. С правой стороны медпункт. С левой стороны спасательная вышка. И можно наверх, кстати, подняться и увидеть всю эту красоту. Что мы с вами сейчас и сделаем. Смотрите, отсюда прям будет хорошо видно. Это вот акватория наша Витязевская. Вот он, детский пляж. Чистейшее, прекраснейшее море. Есть кто заходит на детскую территорию, огороженная 20 метров, положенная для детей. Ну, когда дети купаются, я всех всегда прошу, ребятки, покидайте детские пляжи. Потому что это большая ответственность для спасателей, тех людей, которые организуют этот детский отдых. Поэтому всегда прислушивайтесь ко мне и смотрите, как выглядит территория. Она огромная просто. То есть деткам здесь будет комфортно, классно и удобно. Ну, собственно, давайте к морю узнаем его температуру. Ну, пляж Витязева отсюда выглядит еще круче. Не так ли? Мы посмотрели сверху. Теперь, как я вам говорил, давайте подойдем уже непосредственно к самому морю. Вот видите, для детей тут все огорожено. Все классно, чтобы деткам было свободно. Им приезжать сюда отдыхать было максимально безопасно. Конечно, там у нас, видите, зло, творится прям кайфовая обстановочка. Ну, а здесь чистое море, манящее и прекрасное. Куда я вас всех не приглашаю, приезжайте, наслаждайтесь отдыхать. Небольшой островочек пляжа выделенный чисто под детей. Даже видите, что сейчас детки заходят, пока нет других, купаются и никто никого не ругает, не выгоняет. Температура воздуха 33,3. У нас садится, кстати, какой-то гражданский самолет на посадку. И сейчас замеряем температуру водички. Температура моря, как я и говорил сегодня в телеграм-канале нашем, 24 градуса. На нее тоже подписывайтесь, буду рад, Юрий Азаровский в поиске, либо море у вас. От души душевно в душу, как приятно будет вас там слушать, друзья мои. Ну и по традиции минутка моря для вас, как всегда, дорогие мои. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok